Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. На восьмом фестивале ансамбля песни и пляски вооруженных сил России честь Самары защищает коллектив Центрального военного округа. Свою творческую жизнь ансамбль начал в далеком 1939 году и с тех пор, где только не выступал с концертами. За свою долгую историю коллектив прошел Великую Отечественную войну, побывал в разных горячих точках. По словам начальника ансамбля, на передовую едут, вооружившись творчески под завязку. Репертуар коллектива огромен. И находясь мы, когда едем в какую-то из командировок, берем с собой с запасом репертуарный багаж. И на месте я, как художественный руководитель, принимаю решение о том, какая будет программа конкретно здесь и сейчас. В один день может быть несколько концертов, и программа будет каждый раз разная. На фестиваль собрались более 600 артистов со всех военных округов. Представлены разные военные профессии. Моряки и летчики, десантники и артиллеристы, железнодорожные и космические войска. Приветственный адрес губернатора Дмитрия Азарова участникам и гостям фестиваля зачитал зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Проведение столь масштабного мероприятия на территории нашего региона во многом обусловлено богатым культурным потенциалом, крепким воинским духом и патриотизмом, который славится Самарская область. Военные творческие коллективы всегда играли особую роль и были востребованы во все времена. И сейчас, когда Россия восстанавливает справедливость, защищает миллионы людей от геноцида и насилия, крайне важно поддерживать и поднимать боевой дух наших военнослужащих. Профессиональные артисты в погонах попробуют покорить сердца зрителей военно-патриотическими произведениями, аранжировками народных песен и хореографическими постановками. На фестивале, помимо победителей, выберут лучший коллектив во всероссийском отборочном конкурсе «Армия культуры», который отправится защищать честь страны на армейские международные игры 2022. Я вас от души поздравляю, что вы приняли участие в этом фестивале. Желаю нашему высочайшему ариопагу жюри беспреспрасного судейства и пусть победить сильнейший. Несите военное искусство в массы народа. Выступление военных ансамблей можно будет увидеть в окружном доме офицеров с 1 по 4 июня. Гала-концерт и награждение победителей состоится там же в воскресенье 5 числа в 3 часа дня. Вход для зрителей свободный. Горожане уверены, фестиваль ансамблей песни и пляски вооруженных сил России, несомненно, станет ярким событием для самарцев и гостей мегаполиса. Очень интересно, впечатляюще, мощно. Они заряжают людей, я думаю, даже не военных. Всем интересно будет посмотреть. Ансамбли выступят не только в рамках фестивальной программы. Они дадут концерты в Самарском госпитале раненым солдатам, а также в воинских частях Самарского гарнизона, на концертных площадках и парках города. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok